Мы продолжаем телевизионное утро пятницы на канале Россия. Здравствуйте, друзья! Полным ходом набирает свои обороты год 2023, объявленный президентом страны, годом педагога и наставника. Об этом сегодня пойдет речь и в нашей программе, сразу после прогноза погоды. Не переключайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12,14, днем плюс 21,23. Много ли, вы знаете, хороших сварщиков, крановщиков, электриков? Я думаю, немного. Так вот, героиня нашего сюжета уже много лет преподает спецдисциплины будущим сварщикам. И поверьте, это для нее не предел. 40 лет насчитывает педагогический стаж Елены Юрьевны Швецовой, преподаватель спецдисциплин колледжа. Как и многие молодые люди, в свое время она готовила себя к интересной жизни, связанной с изучением иностранных языков. Но инъяс не случился. И чтобы не терять время, девушка окончила 30-е профтехучилище в Черкесске и получила профессию контролера измерительных приборов. В 70-е и 80-е она была очень востребована. Затем учил в филиале Савропольского политеха и параллельная работа преподавателем в профтехучилище. Я когда пришла работать, мне дали третий курс киповцев. И они всего на два года были младше меня. Вот еще беда в том, что в этой группе учились ребята с моего двора. Как говорят, ребята с нашего двора, с кем я выросла непосредственно. Но вы знаете, хочу отдать должное этим ребятам. Они настолько воодушевили меня, они настолько подняли мой имидж в глазах других ребят, что они выросли со мной, они меня очень хорошо знали. И вы не поверите, я настолько, вроде бы они третий курс, выпускники, взрослые ребята, но слушались меня вообще безоговорочно. Вот вообще очень благодарна тем мальчишкам, которые тогда учились. И вот вы знаете, настолько вот я полюбила эту профессию, что я как-то думала, вот я пойду в энергосети работать как-то, но не смогла. Вот настолько я прикрепила к этим мальчишкам, к этим ребятам, которые, ну, душу в них вкладываешь и видишь отдачу. То есть это, ну, как, дорогого стоит, как говорится. Кадры решают все. Не просто дипломированные, но квалифицированные, опытные кадры. Это третий курс, выпускники. Как говорится, без двух минут дипломированные сварщики. Впереди практика. Никто не пришел сюда просто так, потому что не было другого пути. Все ребята хотят учиться, получить специальность и опыт. Но главное, они отчетливо понимают, что эта профессия их всегда прокормит. Большим начальником мечтает стать и хамид. Прежде, конечно, получает диплом профессионального сварщика, затем учебу в институте. Далеко от дома уезжать не хочет. Получать высшее образование собирается в Черкесске. Ну, сварщикам платят очень неплохо и здесь, и на севере в основном. А так, вообще, у меня в планах институт и уже, как бы, командовать начальником. Знания нужны в любом случае. Без них дальше... Начальником не станешь? Да, не пойдешь. Илья Дружников и Рома Жигунов дружат давно, еще с детского дома. Там они стали как братья. Профессию тоже выбирали вместе. Видимо, парни и дальше по жизни хотят идти плечом к плечу. Сегодня желание хорошо зарабатывать далеко не признак плохого образования, а скорее уверенность в завтрашнем дне, в своих возможностях. А их у молодых всегда великое множество. Эту профессию я выбрал, опять же, из-за прибыли, потому что она высокооплачиваемая. Хорошие сварщики, они нужны. Никакая стройка, какие-то инженерные конструкции, они без сварщиков не делаются. И из-за этого можно получить хорошие деньги. Если посмотреть на современное поколение, большинство зациклено на том, что это стыдно для них, это работа не ихняя, они хотят делать легкие деньги, но при этом ничего не делать. Это современное поколение, все хотят какой-то выгоды, но при этом ничего не делать. Также я считаю, что сварщик – это очень хорошая работа, и все говорят, что денежно, но при этом нужно знать ее хорошо, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Если ты сделаешь работу на тяп-ляп, какой ты можешь ожидать выгоды от этого? Вот такие они – будущие профессиональные сварщики, монтажники, слесари. Но пока учеба кропотливая, ежедневно чередующаяся с практикой, которой на последнем курсе стало куда больше, чем теории. Я вижу, некоторым ребятам тяжело дается учеба, но стараемся, проводим дополнительные занятия. Помимо учебной программы, они хотят узнать больше во внеурочное время. Иной раз приходят мальчишки и говорят, а вот мы ацетиленовый генератор изучили, а какие бывают еще системы, помимо того, что мы изучили. И мы с ними работаем, настолько это им интересно, а как устанавливается, а почему сначала воду наливают, а потом корбит, а есть другие, которые наоборот делают. В общем, есть вот настолько ребята, вот целенаправленно изучают профессию, мне прямо это очень нравится. И хочется, есть желание с ними работать, вот с такими ребятами. Ученики Швецовой неоднократно становились победителями региональных конкурсов профессионального мастерства. Занимали призовые места в рамках программы WorldSkills, которая позволяет определить профессиональные навыки в условиях моделирования производственных процессов при выполнении практических профессиональных задач. Ребята принимали участие и в конкурсе профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» и также приносили награды своему колледжу. У нас обучаются также дети, которые пришли из детдома. Они вот держатся очень сильно друг за другом, они помогают в учебе друг другу. Прям вот видно, они стараются вообще стяну стоять друг за друга. Видно, еще вот в детдоме как-то вот они уже вместе много лет были, и вот дружба их прям вот видна и на уроке. Если один отвечает, другой старается подсказать что-то. Вообще ребята очень молодцы. Быть грамотным педагогом, обучать профессиональным навыкам – это далеко не весь спектр задач, которые ставит перед собой Елена Юрьевна. Поро приходится быть и психологом, и добрым другом, а иногда просто срабатывает материнский инстинкт. Иной раз ребята, когда приходят, я вижу даже настроение. И есть мальчишки, которые делятся со мной. Вот остаются после уроков, ну как бы мы занимаемся дополнительно, но в процессе разговора они начинают душу открывать свою. Вот что-то, вот конфликт с родителями может быть, вот может что-то вот недопонимание, может проблема с девушкой. Вот они иной раз это рассказывают. Ну и как мама, мне хочется направить их, дать совет какой-то. Вот, ну прислушиваются, иногда прислушиваются, я так смотрю. Конечно, хочется, чтобы ребята чувствовали здесь как второй дом. Чтобы своей заботой мы не только, ну как давали им знания, да, но еще старались уберечь от ошибок, старались вот, ну направить по правильному пути ребятам. Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами, поэтому даже в этом нам помогает женщина. Елена Юрьевна Швецова не просто учитель с большим стажем. Своими навыками, приобретенными в системе среднего профобразования за 40 лет, она всегда щедро делится с молодежью. И год 2023, объявленный российским президентом в стране годом педагога-наставника, это про нее. И, безусловно, труд таких педагогов, как Елена Швецова, высоко ценят и коллеги, и руководство колледжа. Сегодня, встречая на предприятиях, в организациях, да, где бы то ни было, у меня спрашивают, а работает еще Елена Юрьевна? Я говорю, да, конечно, работает. То есть, ее вспоминают, помнят, и это очень, конечно, ценно и дорогого стоит. Да, сегодня она почетный работник начального профессионального образования. Сегодня мы должны чествовать, благодарить за тот труд, который она вкладывает в каждого студента. Елена Юрьевна сегодня, конечно же, является примером, является наставником для молодого поколения. У нас постоянно идет обновление, приходит молодежь, и ее знание, ее подход к подаче знаний очень востребованно, и с благодарностью принимается молодыми преподавателями. У нас сейчас много молодых преподавателей, которые приходят ко мне, прям, приходят, спрашивают, мне настолько это приятно, что я могу свои знания уже передать молодым. И я думаю, что наставничество нужно возобновлять, очень нужно. Потому что без правильного направления очень тяжело работать молодым педагогам. Я приглашаю молодых педагогов на свои уроки. Вот некоторые приходят, можно я посижу, конечно, смотрят, как активно работают дети на уроке, задействованы должны быть все дети. Вот я всегда, когда беседую с молодыми преподавателями, я всегда говорю, что класс должен работать весь. Не так, что там один-два человека, а именно весь класс. Вот стараются. Мне прям очень приятно, что я еще нужна. Вот в этом плане наставничество, что именно помогаю быть настоящим учителем. Какими бы словами еще выразить свое искреннее уважение к таким, как наша героиня? Впрочем, в памяти всплывают поэтические строчки. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра? Того, кто нас вводит в люди, кто нас вводит в мастера. Ну что ж, друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы на канале «Россия». И посвящаем мы это утро году педагога и наставника в России. Я с большим удовольствием хочу представить вам гостью нашей студии. Это Алла Михайловна Перевозникова. Учитель русского языка и литературы. Гимназии номер 9 города Черкеска. Доброе утро, Алла Михайловна. Доброе утро. Огромное вам спасибо, что мы оторвались от вашего обычного рабочего процесса. Вы пришли к нам в студию. Я надеюсь, поделитесь сегодня своими впечатлениями о вашей профессии и о том, что значит для нас, для россиян, год педагога-наставника, который таким был объявлен нашим президентом. Но прежде, если позволите, парочку анкетных вопросов, чтобы поближе познакомиться с вами. Откуда вы родом? И почему в свое время был сделан такой выбор? Стать педагогом и именно русского языка и литературы? Я родилась в Краснодарском крае. Но вот так получилось, что в 1987 году я переехала в Черкесск. И пришла на работу в девятую школу, тогда школу. И ни одного дня не пожалела об этом, потому что и сама школа, и профессия педагога, все как-то это сложилось и, в общем-то, определило мою судьбу. Я так понимаю, что в девятой гимназии вы уже 35 лет работаете? Да, с 1987 года. И за эти годы вышло не одно поколение дикие, из-под вашего крыла в том числе. Какие они дети? Какие они дети этих разных годов, этих разных поколений? Ну, они разные, конечно же, разные. И какими бы они ни были, они, в общем-то, все в то же время одинаковые. Одинаковые вот в этом возрасте, вот в этом школьном возрасте. Одинаковые в своем процессе становления личности. Вы знаете, вот я продумывала, вот думала, вот в чем плюсы этой профессии. А в том, прежде всего, перед нами, перед твоими глазами вырастает, вот ты берешь в пятом классе, он еще ребенок, потом подросток, а потом взрослый человек. И ты выпускаешь уже взрослого человека, личность перед тобою, со своим мировоззрением, взглядами, со своим характером. То есть взрослый человек. И какое-то счастье, наверное, видеть, как вырастает новый человек. Поделитесь, может быть, это будет такая информация личного характера, за эти годы. Были посвящения вам от ваших учеников? Ну, сказать, вот посвящения, звонки были. Когда проходят уже годы, из Москвы звонок через директора вышли. Я просто хотел вас услышать, как вы живете, как вы. Причем, ну, я не была классным руководителем в этом классе, а вот просто учителем русского языка и литературы. И другая девочка, тогда еще телефоны проводные были, я не поменяла, и она набрала и говорит, как хорошо, что я вас вот дозвонилась, до вас смогла. Потому что вдруг я вас не найду, ну, они живут в других городах. И я помню ваши уроки литературы, я вот такие признания, да, в любви. И современные дети, они такие же. Правда? Они тоже признаются в любви, и я могу даже подтвердить это словами. Вот буквально у меня 9-й Б в этом году есть. И вот они мне тоже, мы изучили Евгения Онегина, и письмо Штатьяны Евгения Онегина, и они вот в таком стиле написали мне признание. Причем это признание прозвучало 14 февраля. Да, да, да. И вы знаете, когда вот читаешь и понимаешь, что ты счастливый человек, я только чуть-чуть, можно прочитаю? Литература. Час свободы, час любви, чудес и горя. Не получу я осуждения, если в порыве вдохновения открою душу вам свою. В заключении скажу спасибо за сломанный внутри меня барьер. Спасибо за терпимость к детям и добрый, пламенный указ. За всех сказать я не могу, но за себя признаться я имею право. Откровенно пылкий, чувственный, живой учитель русовет, великий педагог. Люблю я вас всей своей юной и любознательной душой. Трогательные строчки. Очень трогательные. Прямо до слез, да. До слез, правда. Это вот София Мамаева мне такие строчки написала. Но вначале она говорит о том, что я не любила литературу, когда пришла в пятый класс и как-то эти уроки. А потом вот она открылась и полюбила. И вот главное, что мы на этих уроках говорим, анализируем, рассуждаем, открываем душу. Мне вот хочется вспомнить слова Константина Дмитриевича Ушинского, двух сутлетия которого мы буквально вот недавно отметили, со дня рождения. Вот у него есть замечательные строчки. Если вы удачно выберете труд, труд, и вложите в него душу, то счастье вас само отыщет. Вы производите впечатление счастливого человека, честное слово, правда. Вот так как-то. Алла Михайловна, вот такой вопрос меня интересует. За последние, скажу так, 20 лет в нашу речь очень четко, очень целенаправленно, может быть, даже вошли и заимствованные слова. И мы сейчас порой там, где можно употребить обычное русское слово, заменяем всякими океями, фейками и так далее. Как вы относитесь к тому, что уж слишком много таких слов появилось в русском языке? Ну, это, я согласна со многими лингвистами, я считаю, что это засоряет русский язык. И мне здесь вот хочется сказать, что в лингвистике появился даже термин «экология языка». Вот введен. То есть так же мы, как за экологию природы боремся, мы точно так же должны бороться и за экологию языка. То есть стремиться к тому, чтобы как можно меньше было вот заимствованных слов. Ну, раз эта проблема уже решается на уровне государственной, на уровне нашего президента страны, я думаю, ну, может быть, не сразу, конечно, да, но, может быть, лет через 10-15 мы почувствуем, как мы возвращаемся к нашему, да, красивому, богатому русскому языку, на котором говорит вся Россия. В вашей жизни был наставник? Ну, наверное, конечно же, учителя, учителя в школе. Вот сейчас вот этого уважения к учителю, ну, вот не хватает, вот его нет вот в школе, а это необходимо. И тогда, может быть, в школе появится, больше будет молодых педагогов, и так в школе не хватает мужчин-педагогов, очень не хватает. Ну, только единственное, наверное, вот учителя физкультуры, и всё, а вот не хватает. Вот, главное, вот уважение к этой профессии. Вообще, мне очень нравится, хорошая русская пословица, нет худа без добра. И вот, наверное, правда, всё, что сейчас происходит в нашей жизни, это не просто так. И я очень надеюсь на те перемены, которые должны произойти. И по-другому мы заживём, правда. Мне очень хочется верить в то, что мы с вами тоже застанем то хорошее время, о котором мы с вами сейчас говорим. Но всё, что делается в стране сегодня, это только на благо. На благо тому поколению, которое мы с вами сегодня растим. Да, согласна с вами абсолютно. И на благо страны в целом, наверное. Да, согласна с вами. Алла Михайловна, дорогая, я от души вас благодарю за участие в программе. Я, ну, если с этим можно поздравить, я поздравляю вас с этим годом. Я думаю, какое-то особое внимание сегодня заслужат все и получат все педагоги, все учителя, все наставники. И непременно будьте здоровы, будьте здоровы, чтобы вот таких писем было в вашей жизни побольше. Друзья, на этом наша программа подходит к концу. Я прощаюсь с вами и напомню, что сегодня гостью нашей студии была Алла Михайловна Перевозникова, учитель русского языка и литературы гимназии номер 9 города Черкеска. Оставайтесь на канале Россия, смотрите программу про здоровье. Ну, а я говорю вам до свидания. До новых встреч.